Приветствую всех, дорогие друзья. В этом 651 выпуске я как всегда собрал самые интересные новости, но сначала хочу напомнить, что вы всегда можете поддержать проект через бусти или спонсорство на YouTube. А начнём мы сегодня с загадочной RTX 3060 Ti на памяти GDDR6X и горы подробностей про Аду Лавлейс. У британского ритейлера Scann, который официально продаёт рефы Nvidia, была замечена обновлённая модель 3060 Ti. На самом сайте указывается, что видеокарта имеет обычную память GDDR6, однако после добавления в корзину начинает писаться GDDR6X. При дальнейшем оформлении заказа память вновь меняется на GDDR6, поэтому это либо подготовка сайта к новинке, либо просто какая-то ошибка. Видеокардс предполагает, что это именно первый вариант, так как слухи про 3060 Ti на быстрой памяти уже были. Помимо этого тут указывается память в 1670 МГц, а это в свою очередь на 5 МГц больше, чем у обычной 3060 Ti. Тем временем инсайдер закон Муромёртв опубликовал единственную фотографию будущей модели RTX 4070. На снимке четко видно, что видеокарта получила такую же систему охлаждения, как и старшие RTX 4090 и 4080, однако сам охлад получился более компактным. Предположительно, будущая 4070 займёт всего два слота расширения и к тому же будет продаваться в реф исполнении Хуанга. Но самое интересное, что у нас не будет рефа младше 4080 на 12 ГБ, и Nvidia будет выпускать эту модель только через партнёров. На фоне этой информации очень странно видеть 4070 в исполнении Founders Edition, причём она должна получить тот же чип AD104, что и младшая 4080. Согласно последним данным, данная видеокарта выйдет только в начале следующего года, хотя не исключено, что Nvidia опять что-то поменяет. Что же касается старшей RTX 4080 на 16 ГБ, то в сети появился ещё один тест в 3D-марке в обычном режиме Time Spy без приставки Extreme. В данном случае изображение рендерится в 1440p, тогда как в прошлом тесте Extreme мы видели результаты в 4К. Самое интересное, что старшая RTX 4080 в таких условиях смогла сама взять рубеж в 3000 МГц, а потребление при этом составило 333 Вт. Мы знаем, что реф имеет DDP в 320 Вт, поэтому тут скорее всего тестировалась видеокарта от партнёров, либо обзорчик её немного подразогнал. Что касается температур, то это 61 градус с ходспотом на 75, однако мы не знаем чем именно охлаждалась карточка. В итоге по результатам теста старшая 4080 обошла 3090 Ti на 33 процента, а по сравнению с 3080 Ti она лучше на 47. И вот так плавно мы подходим к свежим новостям про RTX 4090, которую протестировал ещё один обзорщик. На первом опубликованном снимке GPU-Z нам показали вполне привычную частоту 2730 МГц, которая будет в большинстве игр и тестов. Более интересно обратить внимание на температуры, так как это 65 градусов с ходспотом 73 при потреблении 446 Вт. То есть перед нами абсолютно стоковая RTX 4090 и при кульках на 40 процентах температуры весьма нормальные. Второй скриншот немного более интересен, потому как он показывает пиковую частоту 3135 МГц, что можно назвать самой большой частотой на сегодняшний день. При этом температура подросла до 68 градусов по Цельсию, а потребление до 492 Вт. Однако во всей этой истории мы не знаем какая использовалась нагрузка и может быть обзорщик просто включил какой-то доисторический тест. Плюс ко всему мы видим только пиковые значения, а для ходспота и памяти вообще выставлены минималки. В любом случае это пока всё что есть и может быть 4090 реально будут прохладными по температурам. Также наконец-то появились тесты 4090 в 3DMark, причем как в полном стоке, так и в какой-то версии от партнеров. Если рассматривать тесты Fire Strike Ultra, то здесь 4090 в два раза превосходит обычную 3090, причем тут нет никаких лучей и DLSS. А в Timespy Extreme мы получаем прирост на 83 % от поколения к поколению. То есть, чтобы вы понимали, RTX 4090 реально может превосходить своего предшественника в два раза или около того, без всяких DLSS 3. Кроме того Nvidia отлично поработала над лучами и 4090 в стоке обходит 3090 на 82 % в тесте Port Royal. А вот разница между 4080 и 4090 довольно приличная во всех тестах и можно предположить, что в этот раз флагман будет более успешно продаваться, нежели 3090 и 3090 Ti. Сами же продажи нового флагмана стартуют уже 12 октября, а значит полноценных тестов осталось ждать совсем недолго. В свою очередь ресурс Игорслаб рассказал почему видеокарты получились такими огромными и что такое потребление в 600 Вт. Дело в том, что на этапе проектирования Adela Vlase инженеры Nvidia отталкивались от того, что чипы будут производиться Samsung на 8 нм. В этом случае 600 Вт стали бы именно тем количеством энергии, которое необходимо для повышения частоты и увеличения производительности. То есть немного другими словами, дизайн 4090 и все внутренние компоненты разрабатывались с учётом энергопотребления в 600 Вт. Однако в процессе разработки было принято решение использовать 4 нм TSMC, которые являются обновлённой версией узла N5. Этот момент и стал поворотным, поскольку разработчикам удалось значительно снизить уровень энергопотребления, сохранив при этом высокую производительность. Но так как к тому моменту уже всё было готово, то мы получаем карточки рассчитанные на 600 Вт, хотя по дефолту уже это 450. Таким образом у всех 4090 есть запас для разгона, который могут сделать сами вендоры или например вы. А чтобы получать новости ещё более оперативно, рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал или группу в ВК, ссылочки на которые всегда лежат в описании. Центральные процессоры Raptor Lake начнут продаваться 20 октября, а Intel провела мероприятие, где Overclocker с Playve смог разогнать Core i9 13900K до 8,2 ГГц. Такой частоты удалось добиться только на одном из производительных ядер на плате Astrox Z790 Tai Chi и в вольтаже в 1,824 В. Конечно, абсолютным чемпионом в частотах является FX8370 с результатом 8,72 ГГц, но Intel хотя бы попытались. А вот что более тревожно, так это утечка исходного кода BIOS для 12-го поколения, которая распространилась на 4chan. Файлы были упакованы в zip-архив размером 2,8 ГБ, а при распаковке объём составляет 5,86. Данный архив содержит множество файлов и инструментов, предназначенных под создание BIOS для платформы Alder Lake и соответствующих чипсетов. Источник данных остаётся неизвестным, но в одном документе упоминается компания Lenovo. Пока информация официально не была подтверждена, но даже если подлинность данных подтвердится, пока не совсем понятно, сможет ли закрытая информация использоваться для разработки каких-то эксплойтов. Тем более эта информация была получена не напрямую от самой Intel, а из стороннего источника, так что пока ждём официальных разъяснений. Популярная в России P2P биржа LocalBitcoins, чья штаб-квартира находится в Финляндии, начала рассылку российским пользователям уведомлений о прекращении обслуживания. Российским клиентам предлагается вывести со счёта все имеющиеся биткоины, после чего доступ к криптовалютному кошельку будет закрыт. Такое решение биржа объяснила общеевропейскими санкциями, в рамках которых вводится полный запрет на обслуживание криптовалютных операций граждан и резидентов РФ на территории Евросоюза. В письме указано, что исключение делается только для лиц с двойным гражданством Европейской экономической зоны из Швейцарии или резидентов с разрешением из этих юрисдикций. Но несмотря на введённые Евросоюзом санкции, крупнейшие международные криптобиржи продолжают оказывать услуги россиянам. Например, зарегистрированная в США Coinbase сообщила клиентам, что никаких новых ограничений она не вводила. Хотя стоит вспомнить, что весной эта биржа выполнила требования Евросоюза о введении ограничения на сумму хранения до 10 000 евро. Портал IGN в своём эксклюзивном материале поделился новыми подробностями о Need for Speed Unbound от Electronic Arts и Criterion Games. События игры развернутся в городе Лейкшер, где игрокам предстоит увиливать от копов и участвовать в еженедельных квалификациях, чтобы добраться до главной уличной гонки. По словам творческого руководителя, Unbound предложит совершенно новую структуру компании. То есть каждый заезд в игре предполагает вступительный взнос, а отбить ставку можно будет лишь в случае успеха. Проведённые гонки будут повышать уровень заинтересованности полиции к главному герою, а с крысом можно будет даже при целиком заполненной шкале розыска, но для этого надо знать все стратегии. Кроме того разработчики добавили полицейский сканер и механику обнаружения, чтобы помочь геймерам при желании избежать встреч с законом. Сама новая Need for Speed рассказывает историю двух друзей, оказавшихся по разной стороны закона из-за ограбления семейной автомастерской. Конечная цель игрока отвоевать бесценную машину в главной гонке под названием Grand The Jest. В мультиплеере игроки смогут путешествовать по миру, встречаться и дурачиться с друзьями, а сама игра получит после релиза ряд бесплатных контентных патчей с новыми функциями и занятиями. Помимо прочего в игре обещают самую глубокую систему вождения и лучшее управление в истории гоночных игр Criterion. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь поддержали прожатым лайком. Также хочу сказать огромнейшее спасибо всем, кто финансово поддерживает канал через бусти или спонсорство на YouTube. До скорого, друзья.